здравствуйте дорогие друзья давно не выходил в эфир настроение честно говоря было не очень вот давайте сейчас про сначала фондовый рынок дело в том что но после того как трамп объявил новые санкции китай там дал ответочку небольшую на понеслись индексы вниз и ожидалось падение и она в принципе ожидается что ожидалось я говорил ожидалось что доллар упадет ко всем валютам но этого не случилось потому что американцы ставку не сильно понизили а что сделали остальные центробанки а вот остальные центробанки как раз понизили ставки и поэтому доллар но скорее не упала даже немножечко поднялся может быть по отношению к другим валютам вот в том числе к рублю рубль упал по отношению к доллару до 65 там 35 но не так значительно и ожидалось что акции тоже упадут в россии поэтому я говорил что я захеджировался и открыл позиции шорт по индексу ртс я рассказывал да два фьючерса и еще сделал следующее еще купил два опциона пуд вот посмотрите как вел себя индекс ртс последние дни и вот здесь вот ожидалось падение и здесь я его мне то в общем сказать продал вот фьючерс продал то есть шорт открыл вот потом я здесь немножечко закрыл снова открыл где-то сейчас он у меня шортах и одновременно у меня опцион пуд но я немножечко похоже переборщил с хеджированием то есть смотрите акции ни капельки не продавал я думал что они будут падать они упали но в общем сказать практически не упали вот что произошло здесь смотрите индекс ртс посмотрите один лот стоит 129 тысяч 60 рублей это равносильно вот такой сумме и у меня в минусе стоит минус 2 лота то есть у меня на триста сорок тысяч захеджировано рублей это только во фьючерсе и плюс опцион пуд еще два опциона это еще столько же захеджировано через опцион опцион пуд со страйком сто тридцать тысяч то есть если индекс ртс будет ниже чем сто тридцать тысяч то этот опцион будет в деньгах ну например если индекс ртс упадет до 120 тысяч вот посмотрите на графике сейчас я вам покажу вот он уровень 120 тысяч вы видите что вполне реально что опцион пуд у которого дата исполнения 19 0 9 19 сентября цена strike 130 если он упадет по до 120 то опцион пуд будет стоить 10 тысяч рублей каждый то есть вот здесь вот будет 20 тысяч я купил их по 4 тысячи рублей то есть эта сумма удвоится которая вложена в опционы ну и соответственно будет разница между вот текущей ценой и 120 тысячами по фьючерсам поэтому друзья мои вот здесь вот здесь смотрите вот индекс он начал падать 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 потом начала расти вдруг что произошло теперь давайте посмотрим на валютный рынок посмотрите что произошло с долларом езды руб тумору смотрим и дневной график вот он начал тоже расти его здоровье так сейчас секундочку да вот начали вот он резко вырос до 65 и потом он начал падать ну кто-то купил мне кажется вот здесь поэтому был комментарий такой что делать с долларом блин я в убытках вот они чего просто держать он недолго будет падать он недолго будет падать но вы видите что здесь вот есть локальная точка сопротивление вы видите да вот она вот то есть это конкретно совершенно вот уровень сопротивления и он до него дошел что тут думать то вот купили купили вот что с ним будет дальше будем смотреть вот я ожидаю что к первому сентября к первому сентября трамп что-то подготовил для китайцев то есть он почти наверняка еще увеличит пошлину потому что китайцы опустили свой юань трамп ярости он пытается внести сейчас китай в список стран которые манипулируют валютными курсами то есть это будет дополнительный толчок к снижению всех индексов я думаю что эта позиция будет достаточно прибыльной вот с акциями ничего не собираюсь сделать и вообще я собирался в отпуск и вот здесь вот смотрите вот я наблюдал да вот у меня все выросло когда доллар вырос да и когда индекс ртс упал у меня такой плюс хороший ну а потом значит когда индекс начал повышаться эта коррекция в общем то настроение упало потому что у меня каждый день был на счете там минус 4 тысячи минус 7 тысяч кроме того падали акции fighter кроме того падал доллар и соответственно падала позиция у меня больше час в долларах получается в общем то и погода не радует и еще у меня куча проблем то есть я сейчас хочу в отпуск я давно не отдыхал я просто устал измотан вот и оформляем визу одновременно и одновременно делаем машину которая еще не сделана там двигатель перебирается собирается и и то и другое не готово а уже сегодня я должен был ночевать в финляндии поэтому конечно же это не прибавляет настроение визу финны задержали ну судя по всему я получу во вторник мы получим сейчас я переносил паром переносил бронирование отеля и так далее это достаточно грустно да и приходится сокращать поездку там за счет парижа за счет еще чего то вот ну это не очень радует вот поэтому вот такое настроение и посмотрите сейчас вот дождь мрак такой я в тоске и уже хочется сегодня просто все бросить и поехать на митинг в москву против полицейского произвола я думаю что я это сделаю вот потому что мне не нравится все мне не нравится то что людей могут ну вот так вот без причин и следствия кинуть причем ну по политическим мотивам и не только это мне не нравится например в экономической жизни то что полиция превратилась в коммерческую структуру и за деньги можно открыть уголовное дело за деньги можно закрыть уголовное дело вот есть целая такса по крайней мере закрытие за открытие за отжим бизнеса и так далее и но мне это не нравится честно говоря поэтому я считаю что надо пойти туда и поучаствовать вот несмотря на плохую погоду несмотря на то что ехать туда мне 100 километров вот ну на сегодня все оставайтесь на моем канале спасибо за внимание в следующем видео я хочу рассказать что такое опционы и с чем их едят и почему это очень очень опасный инструмент поэтому оставайтесь на моем канале спасибо за внимание с вами был демитрий до встречи спасибо спасибо